Диаблог о прекрасном с Кристиной Смойске Напомню, что посмотреть нашу программу вы можете не только в эфире, но и на сайте телеканала «Беларусь-3». Кроме того, вы можете активно присоединиться к нашей беседе, к нашей дискуссии, написать нам на наш сайт diablok.by, либо на нашу страничку в Фейсбуке. Также присылайте ваши СМС-сообщения. Известный немецкий драматург Герхард Гауптман как-то сказал, «Всякая музыка идет от сердца и должна вновь дойти до сердца. Но всякая ли современная музыка доходит до сердца слушателя?» Сегодня именно о такой музыке, которая доходит до сердца, мы поговорим с вокалистом группы «Чистый голос» Акимом Тышко, группой, которая стала лауреатом премии за духовное возрождение. Здравствуйте, Аким. Дебют «Чистого голоса» состоялся в 1991 году. Вы начинали как коллектив, который исполнял именно религиозные духовные песни. В интернете мы нашли видео, где вы исполняете замечательную песню в Полоцком Софийском соборе. Давайте посмотрим. Давайте, с удовольствием. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Замечательное исполнение, на мой взгляд. Но почему «Чистый голос» решил начать именно с духовных песен? Как вообще родилась такая идея? Я бы не сказал, что только с духовных. С народной музыки тоже. Фольклор, народная музыка, духовная музыка. То есть те произведения, которые есть в программе обучения. Все же были студентами. Поэтому все на этой музыке росли, учились на этой музыке. Но она же была вам близка, насколько я понимаю. Ну, я от себя могу сказать только какие-то свои ощущения, потому что коллектив, когда зарождался, меня еще не было. Что коллектив довольно-таки уже взрослый. Вы присоединились позже. Гораздо взрослее меня, да. Поэтому я присоединился в 2001 году, когда уже коллектив достаточно так состоялся на большой сцене. А вам чем был интересен именно этот коллектив, «Чистый голос», к которому вы присоединились? Почему именно к нему захотелось? Что, во-первых, это мужской коллектив. Мне очень нравятся мужские голоса, мужские коллективы, звучание мужских голосов именно вместе. И тем, что это достаточно камерный ансамбль. То есть это небольшой хор, где можно там за кого-то спрятаться, где кого-то не слышно, кого-то не видно и так далее. То есть вот мне всегда очень интересно было именно такое ансамблевое пение, где можно проявить себя как солист тоже. И я вспоминаю, мне очень нравилось, когда, учась в училище, я учился по классу хорового дирижирования, у нас был предмет хор. И там руководитель, чтобы проверить партии, он вызывал по одному человеку с каждой партии, с хора, ставил перед хором и мы должны были таким ансамбликом исполнить. То есть это было вообще для многих наказание, потому что ну кто-то там не догонял, кто-то там не доучил и все. Но для меня это было большое удовольствие, поэтому как-то я вот всегда тяготел как-то вот именно к такому исполнению. И учась в училище, уже зная о существовании чистого голоса, я интересовался этим коллективом. Ну то есть мы собирали какие-то записи, переписывали друг с другом. Все, и с радостью вступили в ряды этой замечательной группы. Да, и так просто совпало, что вот. Ну вот действительно чистый голос начинал с духовных песен, но вы постепенно расширили диапазон. На мой взгляд это замечательно, мне кажется вы и аудиторию тем самым расширили. Но вот наш интернет-пользователь задает вам следующий вопрос. Маска. Вы начинали именно с духовных песен, но в последнее время все чаще исполняете попсовые мотивы. Не отдаляетесь ли вы от первоначальной цели? Вот как вы это видите? Я говорю, на мой взгляд это прекрасно, расширение диапазона для творческой группы. Да, то есть это коллектив, который постоянно ищет какие-то... Что-то новое. Что-то новое, да. То есть хочется работать, расширять свое творчество. Тем более, что это довольно востребовано. А скажем так, честно говоря, вот именно православная музыка, она не так сильно востребована в нашей стране. То есть это все, конечно, хорошо, можно исполнять с удовольствием эти песни, что мы и делаем, но далеко как бы на этом не уедешь. То есть, естественно, мы от этого не уходим никуда, то есть и есть до сих пор приглашение. Но мы пошли дальше, мы исполняем и народные песни, и делаем свои абсолютно... Свои аранжировки разных мировых хитов, акапельные аранжировки, не акапельные, то есть сопровождением. То есть мы ищем, то есть мы делаем то, что нам нравится, прежде всего. То есть вот такая, если так вот посмотреть, оглянуться назад и проанализировать все, что мы делаем, то есть в первую очередь мы делаем то, что нам нравится самим. А потом, если это уже нравится людям, то это замечательно. Поэтому я думаю, что никто никаких корней не потерял. И все мы на этом выросли, все мы учились, и тема духовности, она остается до сих пор. Вот и мне кажется, очень классно, что вы очень здорово, что вы в своем репертуаре оставили духовные песни, но пошли дальше, тем самым расширили и зрителя, наверное, своего. Да, да, да. Аким, в 96-м году в жизни группы произошло, на мой взгляд, довольно знаменательное событие. Вы получили премию за духовное возрождение. Вот эта премия вдохновила вас на какие-то новые проекты? Я имею в виду запись каких-то новых альбомов, песен. Опять же скажу, что лично у меня это как-то спрашивать тоже... То есть в то время меня еще не было, но судя по... То есть я много об этом наслышан от ребят, которые получили эту премию. Но для группы это важно. Для группы это очень важно, тем более, что группа получила... То есть это был первый год вручения этих премий. То есть они получили... Вы были первыми. Первыми, да. И вот интересный момент, как бы причина, одна из причин получения этой премии. Ну расскажите. То есть это вот создание вот этого альбома, первого альбома «Духовные музыки. Рождение на небесах», который был записан в Лейпциге, в православном храме. И самое интересное, что... То есть этому способствовали такие события, ну так невероятные довольно. То есть ребята ехали в Германию без виз. То есть так получилось, что не смогли поставить визы. А все было запланировано. И там ряд концертов, и вот именно запись вот этого альбома в этой церкви. И на границе каким-то образом, прямо на границе, ребятам поставили визы. То есть как это произошло, до сих пор никто не может понять. Да. И они приехали из дороги буквально. То есть они там задержались довольно долго в дороге. И из дороги буквально за два часа они записали этот альбом. То есть там расставили микрофоны и записали этот альбом, который до сих пор пользуется большой популярностью. Его спрашивают в церквях в разных, нам много пишут о нем. То есть какие-то, пожалуйста, пришлите ноты, пожалуйста, вот мы только что услышали ваш альбом. Как можно его там послушать, как приобрести и так далее. То есть до сих пор такие вот отзывы очень положительные. И, наверное, вот это было, это сподвигло, наверное, организаторов вот этой премии, как бы так вручить коллективу эту почетную премию. Ну, безусловно, на мой взгляд, премия заслуженная. И вы довольно коронованный коллектив, если можно так сказать. В 1994 году вы завоевали гран-при на международном фестивале духовной музыки Могутный Божий в Могилеве. И через год выпустили свой первый альбом народных песен «Пой славянская душа». И альбом православной музыки «Рождение на небесах». Мне кажется, что такие альбомы все-таки действительно важны для ваших слушателей. И вы об этом уже рассказали. И вот наши интернет-пользователи высказывают такую мысль. Золотов. Выход каждого из таких альбомов, как «Рождение на небесах» трудно переоценить. Академичное исполнение клиентета «Чистый голос» не выходит за канонические пределы. Тем не менее, у слышателя ни в коей мере не появляется ощущение нафталинной архаики. Ощущение причастности к вечному, да, пожалуй. Такое ощущение охватывает не только тогда, когда ходишь в храм. Но планируете ли вы издавать еще альбомы в таком направлении? Или вы сейчас двигаетесь в другом творческом русле? Мы сейчас двигаемся немножко в другом направлении. Расскажите. У нас зреет давно такая идея сделать еще один диск именно с акапельной музыкой. И с музыкой не только народной, духовной, но и современной. Вы же ее исполняете? Да, которая сейчас довольно востребована. Мы обязательно в концерте, у нас несколько песен звучит акапельно. Это наша особенность, которую мы стараемся не забывать. И люди этого ждут. Они знают, что это получается довольно хорошо и интересно. И вот сейчас мы готовим такой проект выпуска диска именно с акапельными песнями, но современными. Действительно, «Чистый голос» очень популярная группа. Вы выступаете очень много за рубежом. Вы объездили полмира, если так можно сказать. И про вас о «Чистом голосе» говорят, что вы одели белорусскую музыку в смокинг. Вот как такую одетую белорусскую музыку в смокинг воспринимают за рубежом? Что любят в вашем исполнении? Духовную, народную, хиты современной эстрады? Вот именно не белорусские, а зарубежные слушатели. Зарубежные слушатели, у них как раз больше востребована акапельная музыка, народная, духовная. И любая, без сопровождения инструментов и без сопровождения каких-то технических средств. Там очень любят и очень ценят такую музыку. Поэтому, если мы выступаем там, то мы поем в основном вот такую музыку. Но последнее время мы выступаем, так как мы немножко от этого отошли в другую сторону, может быть временно, может быть просто параллельно как-то идем за границей. Вот в Западной Европе, в частности, мы бываем реже, чем раньше. Раньше мы бы гораздо больше были там, чем здесь. А сейчас, из-за того, что мы как-то расширяем свой диапазон, мы довольно стали востребованы в России в основном. Вот российский зритель, то есть он просто... У нас так им нравится. Очень любят вас. Очень любят. Наверное, за... Неужели больше, чем белорусы? Больше? Больше. Ну, в своей стране... Не верю. Нет пророка, как говорится. Поэтому мы очень этому рады, что... Просто люди там немножко настолько перенасыщены вот этим... Поп-музыкой, да? Как бы так современной эстрадой. Что, когда людям даришь вот что-то настоящее, то они настолько это готовы вкушать просто. И вот поэтому мы сейчас довольно-таки часто посещаем Российскую Федерацию, выступаем с удовольствием там. Вот. И... Ну, и часто случается бывать в таких экзотических странах, как Китай, Венесуэла. Вот мы были, то есть... Где тоже... Ну, тоже любят именно акапельное ваше исполнение? Там... Ну, в основном... Там в основном, да. Но они любят... Они любят что-то вот яркое, что-то какие-то фишки, шоу. Где-то вот кто-то там, не знаю, рэп прочитал, кто-то там сильно там низкую ноту взял, кто-то на высокую. То есть какие-то вот такие моменты они очень воспринимают так ярко. Действительно, очень широкий диапазон у коллектива. Я сейчас предлагаю посмотреть такую своеобразную нарезку исполнения чистого голоса. Хорошо. Мой родный кут, як ты мне милый, забыть о вене мою силы. Играй, играй, рассказывай, итальяночка сама О том, как черноглазая сверла с ума. Ты добычу себе чаешь, черный мой. Действительно, как мы видим, коллектив исполняет разнообразные жанры, духовные, эстрадные композиции, классика, фольклор, романсы. А вы как выбираете песни для своих программ? Есть у вас какая-то песня, вот мне очень интересно, которую вы не любите исполнять, но нужно. Вот Мулявин, вы, наверное, знаете, очень не любил Вологду исполнять, а нужно было, потому что зрители просили. Вот у вас такие есть? Вы знаете, у каждого наверняка есть такие песни, которые как-то меньше нравятся исполнять, кому-то больше. Ну, то есть люди абсолютно разные, несмотря на то, что они вместе, но они абсолютно разные. Абсолютно разные вкусы, абсолютно разные взгляды. У вас в коллективе? У нас в коллективе, да, я имею в виду с пяти человеком. Ну, вот может это... Как вы выбираете программу? Абсолютно коллегиально. То есть кто-то, кто успевает заразить идеей какой-то остальных, у кого это получается лучше, то как бы вот это и в итоге и получается. То есть где-то какие-то концерты, например, то есть какие-то конкретные мероприятия, на которые нужно конкретные песни выучить. Программа какая-то, да? Программа, да. Вот, какие-то режиссеры, может, советуют. Вот будет такой-то концерт, вот хорошо бы, если бы вы сделали вот такую песню. Мы ее делаем, и она становится просто вот одной из лучших песен в репертуаре. То есть абсолютно случайно. А любимые какие-то песни есть вот у чистого голоса в собственном исполнении? То, что вы исполняете с глубочайшим удовольствием. Ну, опять же, могу говорить только лично от себя. Мне ближе все-таки исполнение вот именно капельной музыки. Это абсолютно... Это ваша сильная сторона, мне кажется, группы. Ну, да, да. И не только поэтому. Просто абсолютно отличается ощущение исполнения вот такой музыки от более, как принято говорить, легкого жанра. Хотя для нас он далеко не легче, потому что никто там эстрадному вокалу не учился. И поведению на сцене и так далее. То есть это все нужно тоже принимать во внимание. Но лично я как бы все-таки тяготею к исполнению духовной музыки. Не духовной музыки, не только духовной, но капельной музыки. Вот народной, более такой академичной музыки. Что она делает вот с залом, это непередаваемое ощущение. Это сразу чувствуется. Какая тишина стоит, как люди вообще, как это подымает людей, как будто вот просто над залом. Мне кажется, в этом есть какая-то аутентичность. Да, да. И вот такие песни у нас мы обязательно исполняем. В каждом концерте у нас есть хотя бы одна песня. Но вот мы отдаем вот это вот какое-то свое сердце людям посредством вот этой музыки. Но это лично от меня. У кого-то кто-то наоборот любит больше такую поп-музыку в хорошем качестве. Ищет какие-то... Вот у нас новые ребята появились. Сейчас последние два года вот у нас сменилось два человека. То есть абсолютно, естественно, абсолютно уже сменился немножко. Да, вкусы разные. Но мне кажется, вот в этой вашей какой-то аутентике есть ваша уникальность. Вы действительно уникальный коллектив на современной белорусской эстраде, если так можно сказать. Но мне кажется, тем не менее, каждый уникальный коллектив в свое время начинают с кем-то сравнивать. И вот наш интернет-пользователь, Нота До, сравнивает вас с вотским. Пишет вот что. Мне как-то моя подруга из России после того, как услышала ваше выступление, вашей песни, заявила, что чистый голос – это аналог их российского хора турецкого. Хотелось бы узнать ваше мнение. Я в корне не согласна, пишет наша интернет-пользовательница. Но вот с хором турецкого вас сравнивают. Очень часто сравнивают, да. Вы в одном направлении работаете? Ну, в какой-то степени да. В какой-то степени да. То есть, ну, во-первых, мы дружим, мы знакомы. А совместные программы вы не делали? Нет, нет. Ну, как-то так. Пока не сложилось. Да, не сложилось. Но я не думаю, что это нужно делать кому-то. Кому-то это нужно, я не думаю, что. Они абсолютно самодостаточные. Мы тоже делаем абсолютно свое. И очень часто такой звучит в наш адрес после наших выступлений в России. Особенно комплимент. Вот, вот настоящим. Вот это вам не хор турецкого. Вот так надо исполнять. Вот ребята поют по-настоящему. Это вам не хор турецкого. Не фальшивят. Вот это, конечно. Хотя мы постоянно ходим на их концерты, когда они приезжают. То есть, вот, мне очень нравится в большинстве своем их творчество. В последнее время, может быть, чуть меньше. Но, в принципе, они молодцы. Они очень интересно работают. И мы много учимся у них. Что-то берем у них. То есть, ну, не только у них, но у них, в частности, зашел о них разговор. Поэтому я абсолютно... Я думаю, они что-то могут и у вас взять. Это такое совместное. Да, да. То есть, их 10, нас 5. То есть, это немножко тоже абсолютно разные вещи. Вас меньше, а любят, может быть, и больше. Да. Ну, вот насчет любви народной. И насчет любимых песен. Вот тему любимых песен в вашей исполнении обсуждали на вашей страничке ВКонтакте. И вот, что, например, пишут интернет-пользователи. Наталья Гулецкая. Моя самая любимая песня – «Каляч рвоного костюма». Это из акапелла. Самая любимая Александрына. «И выйду ночью в поле с конем». Исполнение акапелла вообще, на мой взгляд, самая сильная сторона группы, пишет интернет-пользовательница. А мне еще очень нравятся песни «Если ты любишь». Ну, и действительно, большинство сошлись во мнении, что очень замечательная песня у вас. Это «Каляч рвоного костюма». Я предлагаю сейчас фрагменты из вашего выступления. С удовольствием. «Каляч рвоного костюма». «Каляч рвоного костюма». Замечательное исполнение. Сама группа любит исполнять эту песню? Да, это одна из наших любимых песен. Это на самом деле так. Она получилась, на наш взгляд, очень удачно, можно сказать. То есть, это именно песня под наш коллектив. Потому что очень сложно порой написать... Почему очень мало у нас авторских песен? Потому что это сложно написать под такой коллектив, как наш. Чтобы абсолютно пять человек были востребованы в этой песне, органично сочетались. А эта песня, она давно нам нравилась. Вот в исполнении Валерия Дайнека. И она появилась в нашем репертуаре с подачи, опять же, вот тоже абсолютно случайно, с подачи одного известного нашего режиссера, Александра Дмитриевича Вавилова. Вот, он нам эту песню показал, он связал нас с аранжировщиком этой песни. То есть, автор этой песни Захлевный, Леонид Захлевный, но аранжировал ее именно под то исполнение, которое есть у Валерия Дайнека. Нет, 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 под исполнение Валерия Дайнека. Это Владимир Богаткевич, он живет в Соединенных Штатах. Мы с ним связались, и как бы он дал свое благословение, в том числе и Захлевный тоже. Вот, на исполнение этой песни. И мы с удовольствием взялись за это, просто с головой окунулись в эту песню. Она, я помню прямо этот период, когда мы занимались ей. Вот Валера, наш пригун, в частности, написал вот этот капельный кусок, абсолютно которого нет в оригинале. То есть, она довольно-таки продолжительная песня получилась, но она тоже, мы ее стараемся исполнять в каждом концерте, потому что она вот свое какое-то действие производит очень. Впечатление на зрителя она очень сильное производит. Я напомню, что «Чистый голос» сегодня это вы, Аким Тышко, Валерий Пригун, художественный руководитель, Дмитрий Минникаев, Андрей Пыжик и Юрий Гузич. Действительно, у каждого вашего вокалиста за плечами богатый опыт и хорошее академическое образование. Это либо наша Академия музыки, либо училище имени Глинки. Но все-таки, какие-то разногласия, если случаются в вашем мужском творческом коллективе, как вы их разрешаете? Ну, до драки у нас не доходит. Хотя, конечно, конфликты и бывают. Но спорите. Я как-то вот не верю в то, что пять творческих единиц могут думать в одном направлении. Нет, конечно. Все равно же у каждого свои вкусы. У каждого свои вкусы, но в итоге вот эти как раз споры, они и рождают какую-то истину, которая потом воплощается во что-то. В интересную программу. В интересную программу, да. Но, конечно, есть и такие вещи, которые до сих пор не очень, скажем так, до сих пор, например, лично я какие-то вещи принимаю. Было, например, коллегиально принято решение сделать именно так. Это мелочи, о которых никто не знает и не узнает никогда. Но вот мы о них знаем. То есть я до сих пор понимаю, что лучше сделать было по-другому. Вы не согласны. Я не согласен до сих пор. А есть вещи наоборот, с которыми потом я понимаю, что да, оказывается, я был неправ вот в этом. И вот эта нота должна вот здесь быть. Аким, я знаю, что в этом году коллектив получил высокое звание, стал заслуженным коллективом Республики Беларусь. Что для вас это значит? Ой, трудно сказать, что это значит. Это очень... Это почетное звание, на мой взгляд. Это почетное, да. Это было такое событие долгожданное для нас. То есть мы к этому шли. Это приятно все-таки. Все-таки это приятно. Оно нас застало, кстати, на гастролях в Ялте. Вот мы ехали из Ливадийского дворца в Ялту. Вот из концерта такие уставшие, буквально нашему директору позвонили в автобусе и сообщили о такой вот новости, что вот подписано Советом Министров, подписано звание заслуженный коллектив. Вот. И мы к этому шли. И я хочу поблагодарить, вот пользуясь случаем, всех участников группы, которые работали, которые ушли по разным причинам. То есть это общая победа коллектива. То есть всех, кто работал за всю историю коллектива. Общее дело. Поэтому это их тоже заслуга. Поэтому спасибо им. И мы как-то стараемся продолжать в лучших традициях эту историю. И надеемся, что... Ну, все равно самое главное — это народная любовь. То есть признание народа своего. Мне кажется, оно у нас есть. Оно у нас есть, да. Но признание государства тоже очень приятно. Поэтому... Я вас поздравляю с этим званием. Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был вокалист группы «Чистый голос» Аким Тышко. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Дорогие друзья, это была программа «Диаблока прекрасном». Я прощаюсь с вами. Пишите нам в блог, оставляйте ваши комментарии, присылайте свои вопросы. Одним словом, оставайтесь с нами и присоединяйтесь к нашей беседе о прекрасном. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова